Рады представить нашу гостью Анна Волкова. Сегодня у нас в гостях Кремль и Куртка Вальдорфская Рукодилия, Загальна Святой Школы, номер 26, место Миколаев. Доброе утро вам. Спасибо большое, что вы с нами. Итак, если говорим о педагогике, вот об этом веянии, насколько это ново в Николаеве? Конечно, это ново. Я когда-то работала в Одессе, и вот сейчас, в преддверии учебного года, да, у многих родителей переживания, как это все будет, понравится ли ребенку, с удовольствием ли будет он ходить, как будет с уроками, да, не будет ли он болеть, как он адаптируется. И у меня у самой подрастает первоклассница, вот, и сравнивая, и есть у меня такой опыт замечательный просто, я работала в Одесской, в Альдорфской школе, и вела там химию и биологию. И, конечно же, все процессы, да, перед моими глазами, начиная с младшей школы и до старшей ступени. И это восхитительное, удивительное переживание, когда ты видишь глаза детей, видишь отношения с учителями их, с родителями. То есть, если брать классическую систему, и вот именно эту систему образования, она очень отличается, да? Это отличается, даже вы заходите в школу, это совершенно другие ощущения. Вы идете по коридору, здесь стоит фонтан каменный, который высекали одиннадцатиклассники. Это их была проектная работа целого класса. Дальше висит на стене из папье-маше сделанная карта Украины, раскрашенная. Это изучали географию Украины пятиклассники. Понятно, что они таким образом выучат все речечки, все горочки, все населенные пункты, да, и не вызубривая, а просто ощупывая, да, нашу страну фактически своими руками, выстраивая ее заново. Ну, то есть, это вот принцип вообще образовательный, то есть, когда идет интеграция, да, вот, например, обычные, да, уроки географии, например. Мы привыкли, что учебник, атлас, карта и все. Давайте мы все это будем переносить с карты на контурную карту и так далее. Здесь же, наоборот, связывается с творчеством. С творчеством и все начинается, даже вот биология, физика, химия, все начинается с эксперимента. Мы проводим эксперимент или идем на улицу, наблюдаем природу. И только тогда мы приходим к правилу, к выводу, к закону, который просто можно потом… И дети формулируют его сами, своим языком. И потом, если сравнить с этим законом, как он сформулирован в книге, то это то же самое. Но они его выдали сами, да, как будто бы они сами открыли этот закон для себя. Им не нужно его вызубривать, он уже живет здесь, здесь, да, как переживать. А если говорить вот о таких методиках, я так понимаю, что в 26-й школе в этом году уже заработает такой класс. Начинаете с первой классы? Мы очень хотим, мы очень хотим. Пока вот три года уже был кружок вальдорфского рукоделия. Это рукоделие, которое… Есть труд, да, есть кружки рукодельные. Но это рукоделие, которое, во-первых, очень тесно связано с природой со времени года. Да, сейчас, когда дети, особенно городские дети, ну, времена года, месяца, природа проходит незаметно просто. Особенно, когда они ездят в маршрутках, да, в машинах. И мы знаем, что вот сейчас экологическая проблема стоит как никогда остро, да. Если человек оторван от природы, он не может о ней сознательно заботиться. То есть мы взращиваем уже сейчас наших будущих жителей настоящих земли, которые будут заботиться о земле своей. У нас есть несколько фотографий. Можем даже посмотреть, как проходят эти уроки, показать это вот телезрителям. Можете прокомментировать, что это, как это? Это… Мы делали такие подсвечники. Это время во время, когда в ноябрь, когда на улице хмуро, слякотно и грустно, да, в душе часто становится. И вот это такое олицетворение, делаются вот такие фонарики, как символ вот такого душевного тепла и света, которым мы можем делиться с другими, устраивать у себя дома. И тогда эти времена переживаются, да, не так грустно и одиноко. А это первый калькулятор первоклассников. Даже так. На по этой вот замечательной игре, которую мы тоже делали вместе с детьми, можно в игровой форме изучать таблицу умножения. Вот эта вот фигура – это для таблиц умножения на 4. Для 2 – другая фигура. И вот она не наматывая ниточки, проговаривая ее, вот эту фигуру красивую соблюдают. Она автоматически можно больше. Да, и она… Это как игра, да. И перед этим еще там двигательные упражнения разные, ритмические, с хлопами, стопами. Вот это мы делали новогодние украшения на елку, да, тоже из натуральных продуктов. Они очень красивые, они очень приятно пахнут. И это, ну, на самом деле, да, это волшебное просто изделие получилось. Так, есть все еще, что у нас там еще изделий? Так, это уже… Это вот когда таял снег, да, когда уже появились первые протавины. Это вот такая техника, витраж называется. Делается из салфеточек обычных. И вот это такое переживание, оно как будто бы нарисовано красками, да. И вот в этом сопоставить эти цвета, темно, светло, подобрать эти цвета. Вот оно творческое отношение к жизни и воспитание уже вкуса у детей, которые не могут пользоваться всю свою жизнь. Если мы говорим, да, это как был кружок. Сейчас, на сегодняшний день уже набирается группа на этот учебник? Мы очень хотим, мы все делаем для этого. То есть 1 сентября можно уже сказать, что должно стартануть? Мы очень-очень стараемся. Вот если нас, да, поддержат все, кому, да, все, кто могут поддержать, да, и в любом случае это дело из следующих лет. Сейчас, если прочесть положение концепции новой школы Украины, то в Вальдорфской школе оно настолько близко перекликается, и в Вальдорфской школе уже есть в Вальдорфской методике и программе реальные методы, реальные, просто все выстроено, вот именно чтобы вот эти все положения можно было осуществить, вплетая просто в уроке и на математике, и на русском языке, и на биологии, и на химии, от начала, да, начальной школы и до старших классов. А если мы говорим, да, вот об этой системе образовательной, то насколько она отличается и в чем именно от классической? Если посмотреть просто и сопоставить темы, да, то в принципе особых отличий нет. Некоторые темы могут быть переставлены. Почему? Потому что там очень тонкая, очень четкая настройка программы под психологический, физиологический, физический возраст ребенка. Что, какая тема в этом возрасте будет интересна. Почему? Потому что в этом возрасте у него или устанавливается кровообращение, дыхание, ему как раз игра на флейте, или у него в восьмом классе, в девятом растут очень активно кости и мышцы. Там дается анатомия человека, да, как раз кости и скелеты мышцы. Вот, и тогда ребенку то, что в нем происходит, это ему интересно изучать. Подсознательно просто. Мы не говорим ему, у тебя сейчас это растет, поэтому мы изучаем это. Оно просто, он его берет и все. То есть естественный интерес подкрепляется уже обучать. Кроме того, отход, принцип, методика. Вот мы говорим, что это от игры к правилу, от эксперимента, к правилу, от наблюдения, к правилу. Квасноурочная система так и сохраняется? Что? Квасноурочная система так и сохраняется, они сидят в классах? Конечно, да, 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 да. Но, допустим, в течение урока это может быть самая разнообразная деятельность касается этой темы. Они просто не сидят и пишут, и слушают. Мы можем и играть, и какие-то театральные постановки, и социальные игры, и именно рукоделие. Если мы, например, изучаем в девятом классе молочнокислое брожение, то мы делаем творог, сметану, да? Круто. Вот, да. То есть это все на практике. Потом мы приходим уже к этим формулам. Ну что ж, будем надеяться, что вот такие новые методы все-таки будут внедряться, потому что, чтобы не ассоциировалось, знаете, как первое сентября, как идти на каторгу. Чтобы это было реально праздником в течение многих лет для учеников, но чтобы все-таки то интегрированное обучение все-таки оно было. Чтобы не было отдельных уроков, где мы четко помним, что это для химии, это для физики, а связать это вместе как-то сложновато. Поэтому я вас благодарю за то, что сегодня к нам пришли в студию. Друзья, ну что ж, а мы продолжаем, но перед тем, что вас запитаю. Как ваше ставление до школьной формы? Потому что нещодавно мы побачиваем этот сюжет. Как вы думаете, треба или не треба? Мне кажется, школьная форма – это в любом случае в школу приходит ученик, да, соответствующее место, и он должен выглядеть соответственно. Но исключается как раз момент, мы кем их хотим воспитать? Индивидуальностями, да? И когда они все одинаковые, то это тяжело. Тем более ребенок как раз после четвертого-пятого класса, ему особенно важно научиться самому одеваться по погоде, выбирать, да, какие-то вещи, которые подходят друг другу. Сначала ему это дело помогает мама с этим определиться, а потом он подхватывает и делает. Это же очень важно для ребенка. Когда у него один комплект, да, или два, и вариантов других нет. Черный-белый или черный-синий. Да, вариантов других нет. Где его творчество? Где его поиск в этом? Где его рост в этом развитии? Поэтому, друзья, давайте будем давать возможность творить с собой все, что угодно, своим образом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова